Нет, подождите. Так, слушай. Отработанное причем. Итак, друзья мои, мы буквально скоро через несколько поворотов, через несколько километров будем въезжать в этот замечательный город. Что я вас хочу сказать? То же самое. Говорите, пожалуйста, туристам вот такую фразу. Я не знаю, будете вы говорить или нет. Я обожаю этот город. Я его просто вот просто боготворю. Но в город Керчь не приезжают туристы за пятизвездочными отелями. Здесь их просто нет. Здесь всего лишь навсего две или три гостиницы и один хостел, который я знаю. Но, мои дорогие, это музей под открытым небом. Здесь просто пласт истории. И сейчас вот, ну, хочу вам, конечно, показать гору Медридат, обязательно покажу. Обязательно покажем вам лестницу и вот этот храм. Храм Иоанна Претеча еще неизвестно и никто еще не уточнил, в каком именно конкретном веке он был построен. Давайте так, с шестого по девятый. А может быть и как раз шло и строительство, как вот в этот, этот главный период. Но город Керчь это уникальный город. Но относиться к нему с пренебрежением ни в коем случае нельзя. Это город-герой вместе с Новороссийском. В 1973 году городу Керчи был присвоен, и Новороссийску тоже, был присвоен название города-героя. Ну а еще, это замечательный город. Город-труженик. Город, в котором два порта. Город, в котором судоремонтный. И садостроительный завод. Город-история. Я столица Воспорского царства. Я не буду сейчас говорить, о чем говорил Александр Васильевич. Он вам прекрасно уже сказал, что греки именно здесь, в VI-VII веке до н.э. Основали крупное греческое, древнегреческое государство, Воспорское царство. Со столицей Пантикопей. Современная Керчь. Чем же прославился Пантикопей? Пантикопей. Рыбный путь. Но без перевода. Огромное количество рыбы. Балыков, соленой рыбы. Икры вывозилось отсюда, в Италию, в Европу. В рыбную, вроде бы, Европу, правильно? Именно отсюда, из Пантикопея, мы были рыбной столицей. Рыба. И вот Митридат Евпатор, сверхчеловек, который знал 26 языков, которого невозможно было бы отравить. Александр Васильевич вам рассказал про гипсикратию. Он вам прекрасно рассказал. Именно здесь-то как раз и построил столицу своего государства. Ну а мы сейчас с вами въезжаем в город Керчь. Справа и слева, по ходу движения автобуса, посмотрите, пожалуйста, мифические существа Грифоны. Загадывайте желание. Загадали? Через 10 лет исполнится. Нет, если небольшую финансовую сумму заказали, до 100 тысяч, что буквально на следующей неделе. А вот если миллион, это только через 10 лет. А если не про деньги? Тогда вот, в течение года. Обращайтесь к коксусоводу. Итак, что же такое Грифоны? Министр культуры Крыма сказала, назвала вот эти Грифоны Орланд львы. Орланд львы. Тело льва, а голова? Что такое Грифоны? Ну это Грифоны. Дело в том, что древние грехи считали, что лев это самое сильное животное на планете, а орел это самая умная птица на планете. Сочетание ума и силы получились Грифоны. Но вот у нее почему-то были орла. И вот эти Грифоны, мои дорогие, никогда больше не говорите это слово, да? Эти именно, да, именно эти Грифоны как раз и охраняют подступы к городу, и охраняют ключи от города Керчи. После того, как в первом веке нашей эры приходят кочевые племена гунов и полностью стираться остатки греческой цивилизации в несколько столетий красавец Керченский пролив был никем не заселён. Его пристанищем стали только птицы и шаган. В XIV веке сюда приходят иноэс, и театр исторических действий по всему Черноморскому побережью Кавказа проходит совершенно одинаково. Далее сюда в XVI веке приходят турки. Именно здесь они строят крепость Егеникале, что означает «новая крепость». Но потом, по приказу Екатерины Великой, Черноморское побережье Кавказа, крепость Егеникале и Таманский полуостров переходят по влиянию России. Смотрите, после Митридата, после Митридата IX век, здесь было тьму тараканское княжество. Помните, вам все говорили, почему Керчь? Дело в том, что, так вот, русичи-то назвали этот город Керчь. Узкое, что в переводе означает «узкое горло», Керченский пролив. Помните, я вам говорила, пять километров Керченского пролива, где сейчас построен и функционирует по сей день паромная переправа. В переводе «Керчь». Узкое горло. Екатерина завладела этим городом. Далее. Ну, огромную лепту в этот город внес, естественно, Александр II, набережную, которую я вам сейчас обязательно хочу показать. Благодаря Александру II, именно здесь, было построено два городообразующих предприятия. Два города. Рыбный и торговый. Так, автобус нас разгрузил. У нас сейчас будет где-то полтора часа обзорная. Также, опять-таки, экскурсии по городу. Не забывайте, друзья, это инфо-тур, то есть для тех людей, кто на экскурсии... Офигеть! Вот эта лестница, так и ставили. В общем, те, кто на экскурсии, для них гораздо интереснее и более полная будет экскурсия. На самом деле, здесь уже хорошо ориентируюсь. С правой стороны, там есть хороший брит, вкусные всякие вещи, которые можно поесть. Магнит 4М. Универсам вот так вот называется. Смотрим. Сладкий уголок. Благбрит кофейни. То есть, ну, здесь вот прям самый центр. А теперь посмотрите, как благоустраиваются города. То есть, если у нас в Анапе говорят о том, что нет денег, надо делать деревянную набережную. Красавчики, пацаны. То здесь я просто вижу колоссальное изменение. Сколько вкладывается средств. Вот здесь тоже сквер. Хотя он был такой, я помню, тут парапет, на котором я сидел и ел лавочки. У нас бы даже и не почесались. Ливневая канализация. Меняется асфальт. Лестница Митридат, кстати, ее откроют к 9 мая. И уже можно будет по ней прогуляться. Это тоже круто. Говорят, что теперь больше туда заехать нельзя будет. Можно будет только по лестнице подняться. Тоже хорошее себе. Обязательно приедем, побываем. Может быть, конечно, не 9 мая. Но мы здесь будем. Я вам обещаю. Мы, солнышки. Вот они мы. Я к вам как к туристам. Где находятся пончики? Пончики будут с пылой. Мама, девочка, там лучше сладкий угол. Там такая кондитерка, а именно Севастополь. Где, где, где? Девочки, если хотите... Сладкий угол. Да. А если кто любит поэзу, что-то по калорийнее поедет, значит, на первом этаже заходите, там есть... В магазинчики. В магазинчики. Теперь, девочки, здесь удивительно вкусный кофе. Пожалуйста, там замечательный кофе. Любой, просто очень вкусный. Вот этот, который на улице, круглый. Если кто с детками, вот там Чебурашка кафе, то есть могут и детки покупать. Конечно. Как эта площадь называется вообще? Площадь имени Ленина. Вот Ленин. У нас есть памятник Ленин. У них здесь все мероприятия происходят, да? Да, конечно. Вот это здание как называется? Это Романовская гимназия. А вот какая-то реставрация. Идет реставрация совершенно. Просто вот куда ни посмотрю, здесь везде изменение. Такое ощущение, решили заново город поставить. Почему у нас в России не строят так? Большого вопроса. 9 мая открытие официальное будет. На День Победы. Вот это да, друзья, этот. Вот это лесенка. Чуть-чуть поближе хоть глянуть одним глазком. Строители начинают дергаться. Пускай дергаются строители. Здесь вот эти колоссальные. Короче, когда все отстроят, друзья, сюда действительно можно будет ездить на экскурсии чисто и зависать. Тут просто капитальные перестроения. Офигеть. Кто был здесь, я думаю, тут есть о чем поговорить. и сказать, насколько... Тут очень жалко, что сейчас закрыты фасады вот этого здания, потому что тут самое красивое оно было. Смотрите, это друзья. Ладно, пойдем слушать экскурсию. Еще раз, 432. 432 ступени. Митридатская лестница, символ города Керчи. Посмотрите, грифоны, вазоны, но и реставрация лестницы. 9 мая в этом году, 2021 года, ее нам все-таки обещают сдать в эксплуатацию и показать во всей своей красе. 9 мая, друзья мои, два города в мире существуют. Париж и Керчь, где во время 9 мая происходит шествие в честь Великой Победы. Да, с 8 на 9 мая, совершенно верно. И вот здесь, именно по этой лестнице, как раз и планируется во время открытия, чтобы вот это шествие прошло. В этот смысл в ночь будет? Да, будет в ночь. Но когда ее будут открывать, я не знаю, но шествие будет точно. А почему в ночь? Ну, факелы, факелное шествие, факелное шествие. Когда поднимается вот этот огонь наверх, тогда салютуют весь город. Город-герой. А вот это как дань погибшему за освобождение Керчьих. Совершенно верно. Извиняюсь. Все нормально, ничего страшного. Я же рассказала, а ты поднимаешься. А почему сюда не вкладываются? Почему не вкладываются? Вкладываются. Я имею в виду, что она во время Украины. Во время Украины нет. Вот сейчас, да. А? Говорите, потому что попадете в вопроса. Нет, я вы спрашиваете, вкладывалось или нет? Что вкладывалось? То есть развивалось? Вот смотрите, вот эта площадь, которая сейчас, вот да, в таком европейском виде, это было сделано при мэрии города Осачи. Поэтому вот европейский стиль, это было при нем. Плитка, облагораживание. Ну вот этот сквер, который сделан перед Пушкинским. Вот это все было сделано, это при Украине. В Украине. Так мне устраивало, мне нравилось даже до вот этой реконструкции, там красиво было. Время, течение времени мало вкладывалось. Просто мало. Я не говорю, что не вкладываются, мне интересно, просто вкладывалось или нет. Где по-разному стоят? Просто средства поступали, а куда они исчезали, подрядчики и фирмы, ее отреставрировали уже давно. Они просто куда-то уходили. Вместо булыжника, что было у тебя? Он был как всегда асфальт при советском времени. Потом сделали вот этот вот булыжник и перед театром Пушкина убрали вот эти высокие деревья. Воспуске вошло в состав. Сделали пар. Так, друзья, мы на Александровской набережной у нас, да, называется. Больше тогда вы рассказать, что это, почему? Александровская набережная здесь во время посещения Крыма Александра II, вот здесь вот именно около Генуэзского мола, вот здесь вот проходит Генуэзский мол, останавливался его корабль причалил. Ага, и поэтому в честь него назвали эту набережную. Серьезно, у вас там прямо в парк реконструировали тоже очень сильно. Это было опять, по-моему, год или полтора назад. Сейчас там же есть какие-то изменения? Почему у нас реконструируется постоянно? Это в процессе. В Керчи, Керченский пролив и в зимний период, осенний-зимний период сильнейшие штормовые ветра. Поэтому то, что аттракционы построили либо посадили деревья, ну, от шторма они могут просто погибать. Понял. Поэтому как люди, когда приезжают, видят, что-то строится, что-то новое. Это вот восстанавливают, реставрируют. Вот про вот эти вот места можно тоже рассказать? Вот эти места? Это что такое? Это бассейн под открытым небом. То есть купание? Да, купание предусмотрено. У нас есть, где с вышками, где ранее был в советское время дельфинарий. Вон там? Да, дальше. А вы надо мной смеялись, я сказал, похож на дельфинарий, сказали, не вы, не вы, не вы. Он был в 70-х, в 60-х годах был действительно дельфинарий. Я его назвал дельфинарием, просто я комментарий подвидел, потому что он читал, говорит, да ты что, какой дельфинарий? Дельфины как раз вот в Анапе же воспитывают дельфином. Да, да. И здесь вот они выступают. Спасибо. Вот это, я делал обзорчик на, полностью на Керчи, рассказывал о том, что вот там впереди эти места похожи на дельфинарий. То есть, мне говорили, какой дельфинарий, там купальня и так далее. То есть, но по факту оказалось, что видите, в советское время здесь находился дельфинарий. Набережная здесь постоянно вот реставрируется, вроде из-за ветров, то есть, ну, там очень чистенько, хорошо, да сейчас можем увидеть, сколько людей здесь прогуливается. На самом деле, это очень хорошо, когда есть жизнь, я обожаю, когда в нашем городе есть жизнь. У нас же сейчас, вот мы видим, что начался дождь, и, к сожалению, надо будет убегать и пойти чего-нибудь перекусить. Набережная, да, мы глянули, так сказать, одним глазком, то есть, у вас будет возможность сюда приехать, прогуляться, я пошел сейчас досниму видеосюжет про церковь внутри, потому что для меня это очень важно. Ходить услугами Реал Тур, им благодарность огромнейше за то, что берут меня с собой, и получается, есть возможность вам все рассказать и показать, потому что действительно интересно, действительно интересно по истории, с рассказами, общаться, особенно вот с местными жителями, которые рассказывают от себя. Ну и такова, когда была реконструкция в 93-м году по 1997 год, как раз вот здесь вот этот парк перед дворцом, не дворцом, а театром Амини Пушкина, удалялись деревья, все этот парк приводился в такой вид, который вы видите сейчас, значит, были обнаружены сводчатые подвалы, и они соединялись между собой, то есть, в дворе, с одной стороны улицы и с другой. На этой площади, оказывается, когда ловилась рыба, генуэзскому, причаливали сюда, сразу же здесь выгружалась рыба, шел торг, и кто покупал эту рыбу, грузилась в подводы, спускались в подвалы, и у нас есть при въезде в город после Грифонов шлагбаумское, историческое место, чем вход, въезд и выезд из города был платный, и вот эти шлагбаумские, шлагбаумские, плату брали за то, что въезжали или выезжали из города, опускались эти телеги с рыбой в подвалы, она остывала, ну и чтобы не завонять город рыбным вот этим запахом и то, что бежала с рыбой, рыба остывала по этим подвалам, дождь, лакбаумское, эти, ехали телеги, там они поднимались и уже по селениям, которые здесь были. Вообще, как интересно в деле. Такого вам точно на экскурсиях особо не расскажут, но вот круто. Это от меня. Это от меня. Подарок, подарок, да? Мы сегодня с вами должны попробовать хинкали, который нам тут прямо рассоветовали. Надеюсь, что будет очень вкусно, интересно и нам понравится. Это прогулочная улица, которая привлекает огромное количество сюда людей, она очень чистенькая, вы можете даже сейчас обратить внимание, сколько народу с нами здесь гуляет. И несмотря на то, что сейчас идет дождь. Так, смотрим. именно здесь находится хинкали. Я уже вижу, что я буду еще есть хачпури по-аджарски. Это мне прям даже интересно. Хинкали у нас 35 рублей, это понимая штука. Я думаю, что успеем. Заходите. О, вопрос. Ты тут еще попробуй походу мы не поедем. Смотрите, там вот есть одно место. Можешь с собой взять? А вот что ли? Деречка, садимся, сейчас давай тебе. Александр Васильевич тоже присадит порядочная с нами. Ничего себе. Можно вот включить? Дальше, дальше. А, я у него гонял, он сказал, давайте место найдем, сказал, я ухожу. Извините, можно прокатывать хинкали? Настолько быстро будет? Это у девчонок, девочки, Девочки, с какое время приготовления хинкали? 20 минут? Успеваем, да? точно. Так, давайте обратимся к меню. Хали, борджи, борджи, весенний салат, салат подблизистый, салат погрузить, салат табули, салат со свеклой, то есть, супы харчо, блин, я много чего попробовал, прям интересные такие улыбываются с солью, кстати, вот вкусная вещь, вот эта, как только в этом соусе, но самое главное, хинкали, да, который вот хочется, с мясом без зелени, обязательно с мяса, зелень, может попробовать даже пару штук из баранины, то, что можешь взять все меню, при заказе дюжины, хинкали, вы платите за 11, это интересно, то есть ночное, я хотел бы еще попробовать хачпури по-аджарски, там было 120 написано, здесь кто это, но 220, к сожалению, и тут даже, по-моему, в меню нет никакого, а, по-аджарски мини можно взять, вот что, значит, попробуем еще, сладкое, кофе, чай, отлично, напитки, и все тут запрещено, можно делать, с другой стороны, никого нету, осталось только дождаться, мальчика, который нам должен заказать хинкали, хинкали не удалить, короче, удалить всего лишь по той причине, что, ребят, ну, мы сколько, 10 минут прождались, нам так официантов не подошел, у нас время очень сильно режется, от того, что нам надо ехать, мы сначала зашли, думали, по времени проскакиваем, узнал, сколько готовится, не 20 минут, то есть, ну, ожидание официанта, причем этот вопрос ускорить никак, сегодня воскресенье, очень много людей, полная посадка, ребят, претензий в принципе нету, то есть, если бы мы пришли посидеть в ресторане, там хорошая комфортная обстановка, музыка, доступ там в санузел, все с хорошим настроением, все приятно, классно, но, к сожалению, по времени мы вышли, но я обещаю, как-нибудь обязательно вернусь, и мы попробуем эти хинкали, тем более, столько о них говорят, а сейчас давайте немножко все-таки запишем, раз не хинкали, то прогулочку в эту улицу, то есть, я думаю, вам будет интересно посмотреть по сторонам. Смотрите, я вам покажу, смотрите, уникально, и вот она вторая лестница, потому что к лестнице можно подойти же несколькими пусями, и вот вокруг этой лестницы как раз находятся Митридатские улицы, первая Митридатская, вторая, третья, четвертая, и вот видите, то же самое идет реставрация еще одной, как бы... К девятому числу должно тоже запуститься. Мне стало на самом деле интересно попробовать здесь побывать именно с восьмого на девятое приехать. Мне тоже хочется. Я пробую, что если действительно факельное шествие, ночь, то я, скорее всего, здесь сюда приеду, потому что я себе записал, пометил, такие события, тем более открытие, первое, мне кажется, это очень круто будет. Но нужно будет в интернете обязательно уточнить, во сколько лестницы будет открыта. Может быть, она будет открыта в ночь, правильно? А может быть, она будет открыта как-то днем, потому что сюда же приедут какие-то представители, наверное, нашего правительства. Наверняка это будет очень интересное такое событие. Тем более на 9 мая. Тем более на 9 мая. Может быть, открытие будет будущего. Показательный. Тут никого. Я думаю, что надо идти, там есть всякие сладкий уголок какой-то советовали. Ну, сладкий уголок есть там, да. Судя вообще по тому, сколько людей там, да, то есть популярное место. Я думаю, ну и плюс ценник такой, в принципе, нормальный. Нормальный, да. Ну, видите, дело в том, что столовых-то здесь нет. Если мы привезли на Тиздар, если мы привезли на Гипец, там есть столовая и туристы у нас покушали, то здесь вот таких вот столовых просто нет с общей раздачей. Я видел шашлычное там дальше еще было, когда прогуливался, но это было раньше. То есть, ребят, если вы, кстати, знаете, что-нибудь, напишите вдруг что-нибудь такое. Смотрите, какая красота вообще. Вот мне нравится именно СССРовский вот эти вот виды дома. Смотрят это просто фантастически. Особенно все отреставрировано, все чистенько. Слушайте, вот прям вот на глазах. У меня вот когда в первый раз приехал, я попал на автовокзал. Я тогда пойду пробовать сладости, которые вы там сказали. Ну что, а вы там все тут осталось. Так. И даже может не сладости. Зайдем попробуем. Шаурма там есть. Хотя, в принципе, прикольно было бы именно попробовать местные, так сказать, изделия. То, что мне все время советовали. жалко, конечно, хинкали, я бы с удовольствием зашли у меня. Так, вот он, сладкий угол, называется место, и сейчас туда забежим. У нас, по идее, время еще полчаса. Думаю, что и там успеем еще куда. Кстати, вот, это тоже прорекламировалось так изначально, о том, что там находится очень вкусный кофе. Очень вкусный кофе. Прошу прощения. Давайте ворваться. Будем пробовать шебурашки. Это детская. Все, я здесь уже ориентируюсь. Кофе вкусный, сладости, сладко на уголке, горячие кончики там находятся. Поглядеть вот здесь в салатском уголке в общем все. Блин, ну прям все очень сладко. Эклер, опера. Блин, что я хочу? Я думаю, эклер я один съем. А две штуки возьмите в салатском уголке. А что самое популярное? У нас мы с одной фирмой работаем. Лакомка, керченская фирма. Как в Советском Союзе люди приезжают отовсюду? У меня уже вас прорегулирую. Я имею в виду, а что? Ну вот попробую, чтобы сказать, вау, это вкусно. Сейчас. Сейчас. Это тоже знакомое не только вот что-нибудь попробовать, просто вот взять пропитрули, эклеры, чизкейки. Возьмите коробку и возьмите разных пирогов. Подолк, куда мне целый я же растолстею, ведь что? Мороженое. А, просто катали мов. А, еще сказали, что мороженого тоже вместное, да? Очень вкусное. Доедет у вас до дома? У меня, да. Ладно. 530, вы мне дали 550, да? Угу. Еще 50. Нет, есть кого дышать. Нет, я в том смысле сможешь все стоять. Так, мне мороженое хочу попробовать. Угу. Вот. И, вот, мороженое буду с эклером, наверное. Какой вкуснее эклер, шоколадный со сгущенкой? Классический товарной. Они все вкусные, как остались, остались, смотрите, остались товарной крем с товарной сгущенкой, коричневый такой крем и заварной крем. Вот заварной, который классический, мы вчера любили его. Так, вам мороженое и один эклер. Да. Пить что-нибудь? Мороженое попью. Хорошо, 130. Молочные коктейли. Мы коктейли. Спасибо большое. Всего доброго. Я могу вот это мне шоу как-то кладу. Ммм, мороженое. Честно, как будто вкусы с детства. Но вот вот мне чуть-чуть чего-то не хватает. Музычка, кайф, качает. Я представляю, конечно, что здесь будет 9 мая. Напишите в комментариях, что их приезжать или нет. Как вы думаете? Хот-дог, хот-дог двойной, тут есть двумя сосисками. Точнее, пишем, Акрин Вадим такая, держим в руках телефон, и никто там убирает. С колбасками и селиться наше тоже. Что вкуснее будет, с мясом или с колбаской? Давайте свинина, курица и с колбаской. Такое есть? Нет, такого нет. Давайте сделаем. Смотрите, вот выбор, то есть я просто разнесел, действительно вкусно, как сейчас. Так, дорогие наши, смотрите, меня приготовили. Вот так вот запеченная. Она, я честно не знаю, что в итоге получилось. Будем пробовать. Смотрите, курица с мясом очень много и вкусно. Ну что, дорогие друзья, сзади меня находится такое место, заведение, в котором было очень вкусно и очень много, я просто обожрался. Я вот съел до этого эклерчик, мороженое, это было тоже очень вкусно. Короче, не ешьте много в Керчи, все очень вкусно, калорийное, питательное, молодцы, плюс крымский колорит, но мы поехали дальше. Не забываем, ребят, лайк, подписка и все остальное. Кстати, пишите в комментариях обязательно, хотите ли вы посмотреть на гору Митридат, на лестницу новую, попробовать все-таки вороваться с 8 на 9, или я честно сам для себя бы хотел.